Игорь Борисов озвучил ежегодное послание парламенту республики. В каком направлении двигаться региону, какие задачи будут стоять перед руководством, что требуется от общества для достижения общих целей. Новый, восьмой по счету, документ руководителя региона задал тон на темп развития Якутии по всем отраслям. В часовом обращении он затронул разные темы, но главным, ключевым направлением политики власти в следующем году Борисов назвал занятость населения. Более подробно в материале Любови Васильевой. Жители республики общественность обсуждают новое послание Егора Борисова с анализом этого года и задачами в 2018-м. Сам руководитель региона подытожил, что Якутия двигается вперед в правильном направлении, что в сложный экономический период в стране необходимо мобилизовать власть, бизнес, общество в одно русло. На эти постулаты опираются задачи по всем направлениям. Мы должны быть мобилизованными, готовыми к преодолению трудностей, использовать скрытые резервы с меньшими затратами, достигать большей производительности, а поэтому ставить перед собой правильные задачи. По итогам прошлого года Якутия достигла хороших результатов по налогам. За счет этого с федерального бюджета региону будет выделен грант на сумму 2 миллиарда рублей. Увеличились показатели валового регионального продукта. Положительную динамику показывает и демографическая политика. В этом видны итоги внедрения проектного управления. Проектное управление, которое уже начато в 2016 году и по трём проектам достигнуты очень значимые, хорошие результаты. И это основа управления очень эффективно развивающимся регионом, который является Якутия. Как гарант защиты прав человека, Егор Борисов подчеркнул, что при любых сложных ситуациях бюджет республики должен быть стабильным, сбалансированным, социально ориентированным. В следующем году будет расширен тот пилотный проект, который в этом году реализовывался. Это по инициативному бюджетированию. Жители сами собираются и определяют, какой же проект для них очень важен для решения вопросов местного значения, на который будет выделена субсидия 1 миллион рублей. В следующем году будет продолжена работа по развитию местного производства, малого и среднего бизнеса. Именно на успехах и достижениях сферы предпринимательства будет опираться региональная экономика. Заложены механизмы борьбы с нелегальным бизнесом. Следующий год в республике Егор Борисов объявил годом содействия занятости населения. Правильный выбор профессии, качественная подготовка местных кадров, трудоустройства должны стать опорой в повышении качества жизни. Мы сегодня должны говорить, что это прежде всего занято сельском хозяйстве, это прежде всего в малом бизнесе, в среднем бизнесе. То есть это возможность дать нашему подрастающему поколению, который был год молодежи, новые рабочие места. Естественно, заставить сегодня наше поколение остаться в республике Саха-Якутия, то есть дать рабочие места. Это как бы все за себя говорит. В комплексном развитии всего региона требуется активизация, мобилизация муниципалитетов. Должна выстроиться связь с горожанами и селянами. В центре внимания – человек. Также глава в развитии детей видит фундамент будущего. Егор Борисов призвал граждан к смелому участию в управлении республикой. Традиционно, значит, его речь звучала как речь главы, лидера республики и как человека, который, понимая все проблемы, которые есть, конечно же, учитывая наши возможности, учитывая наши усилия, как раз вот направляет свою республику на созидание. Это, думаю, главное. Егор Борисов сказал, что сегодня Якутия занимает третье место в России по исполнению майских указов президента Владимира Путина. Двигаясь вперед, республика принимает участие в развитии страны. Сегодня мы услышали, в каком направлении руководители региона видят перспективы республики. Прямые рекомендации для действия даны. Любовь Васильева, Нюргияна Иванова, Георгий Григорьев, НБК Саха, Якутск.